Всем привет! Ветвидный приветствует вас на Смоленской земле. И сегодня первый день моего путешествия. И мы добрались до Хмелиты. Это усадьба Грибоедова. Того самого Грибоедова, который написал «Горе от ума». Но не его конкретно, а его дяди. Он, как нам сказали, посещал эти места очень часто. И Фамусов, по-моему, кто там главный герой, вот он был написан с его дядей. Вот мы сейчас сюда отправимся и посмотрим, что нам тут расскажут или покажут. Каждое лето Грибоедова собирали здесь. Вот это гостевая комната. Здесь библиотека, в которой жил Грибоедов. Сейчас я вам покажу кухню. Это здесь уже для услуги. 37 тысячи французской арьер-гард был разгромлен 25 тысячным амбуком русским под командой мероприятия примерно характера детства. Отступая из такой скорости, что хотя бы в южной классовой эфире, он пишет, что «Почтенный замок был построен, как замки строятся должны, отмен, прочность покоен, в оккурсе, углы, старины, везде высокие покои, 6-7-5, почти 7 метров. Каждый нашелся обоих, царей, портретов, стена, и печи, это очень просто. Вот эта вещь довольно уникальная. Она обладает системой воздуховодов. И на воздуху подниму стену, часть канала находилась в текарке, давали тепло для этого объемного помещения. Хотя эти мудрецы постоянно не то нечего. Конечно, топили. Но мы не поместим, не топили, а топили, потому что взяли в составе шторки, шторки пришли в него. Существовали известные определенные дни. В эти дни хозяин проводил встречи по каким-то делам вопросам. За такими столиками подписывали какие-то договора, сделать им, подавали чай, таких в телевизорах. На чай 19-го приезда кофе. Фабу Слунс. Алексей Ивус здесь мог отчитать свою слугу или приказчику сказать, «Петрушка, вечно ты с обновкой, с разородом локтем, достой-ка календарь, скажем, из этого секретера». Да читай не так, как Панамаря, а с чувством, со шторками секретеры. Исключение, эксклюзивные вещи, вот как напольные часа английской фирмы Нортон, конечно, привозили за границу. Либо часы каминной той же фирмы с сюжетом на мифологическую тему. Гори-байны были не столь богаты, как Шереметьево-Уварово, но довольно были состоятельные, было тысячи душ-крепостных землепастцев. Здесь представлена деревянная резная кровать, украшенная растительным злачаным орнаментом. Итак, друзья, ну, вы как поняли, да, что это имение Грибоедова, оказывается, я вообще про Грибоедова ничего не знала, кроме горя о том, оказывается, он был, работал в посольстве, и все, что связано с Ираном в настоящий момент, оно, вот все, что, какие у нас взаимоотношения в настоящий момент с Ираном, это все благодаря Грибоедову. Женился он рано, вернее, все, ему было 28, по-моему, а его любимые 16. Но, к сожалению, из-за какого-то там конфликта в посольстве он погиб в свои 20 с небольшим, и, в общем-то, и его любимая осталась одна, и больше никого, и ни с кем не общалась. Вот, комнаты, и все, я вам показала, как жил Грибоедов. Вот это вот гостевые комнаты, в которых приезжали гости из Москвы, которые ехали из Москвы до сюда, дохмелиты 3 часа, потому что, ну, тяжело было ехать на чем-то. Вот, и они размещались вот в таких гостевых домиках. Вот это храм, в котором тоже участвовали, принимали, ну, то есть, молились Грибоедовы. Вот, собственно, и все. Сильно не хочу вас загружать, потому что, наверное, вам так не особо интересно. А вот это есть парадный вход, усадьба Грибоедова. Перед тем, как у меня сядет телефон, я вам ее хотела показать. Сейчас у нас еще будет одна экскурсия. Тут рядом усадьба Нахимова, но у меня просто разряжается телефон, поэтому я не уверена, что мне удастся вам ее показать. Если что, всем пока. Друзья, вот усадьба Грибоедова. Пока что еще не пока, поэтому вот усадьба Нахимова. Не знаю, что там внутри, но как-то так печаленько. Ну, морской адмирал имеет право быть аскетом. Оказывается, это здание относится к Грибоедову. Это было раньше оранжерея. А Нахимов жил немножко в другом месте, а это просто сделали типа музеем. Ну, так как у Нахимова не было ни семьи, ничего, очень мало чего осталось его личного, поэтому здесь такой небольшой музеечек и размещается. Так как его семья была бедной, все дети были отправлены на государеву службу и заняли ту или иную должность. В 1827 году у полуострова Пелопонез командовал кораблем тогда капитан первого ранга Лазарев. Нахимов молодой лейтенант командует кормовой артиллерией. Друзья, а вообще как сильно богата Смоленская земля на знаменитых людей. Потемкин, Нахимов, Касаткина, Ушаков, Корнилов, Папанов, Булгаков, Грибоедов. Вот когда бы я это все узнала, если бы не новогодние каникулы и не моя бешеная тяга к приключениям. Друзья мои, вот только так вы можете, путешествуя, развивать свой кругозор. советую всем не сидеть дома и скучать, а мутыляться по стране и впитывать все, что только можно. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,